Саламас Тармак, Крумяте Утандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня воскресенье, но тем не менее я решил изложить нашу позицию политической организации «Демократический выбор Казахстана» по событиям, которые произошли в Курдайе. Сейчас только по официальным данным погибло 11 человек, довольно значительное количество тяжелораненых, пострадавших большое количество, сожжены десятки домов, и сейчас только то, что мы видим по официальным данным, беженцев, которые покинули Казахстан, минимум 6 тысяч человек, это беженцы, пересекли границу в сторону Кыргызстана. Вот, собственно, если коротко говорить о проблеме, которая требует реальной оценки, что же все-таки произошло? Потому что сейчас это очень сильно волнует общество, многонациональную страну нашу, Казахстан. Я знаю, что многие этнические межнества обеспокоены. Не только дунгане сейчас напуганные бежали в соседнюю страну, но вообще настроение у большого количества людей сейчас панические. Собственно, это то, чего добивался режим. Сегодня я выставил пост, это было менее минуты видео заявления и выступления Бердебека Сапарбаева, вице-премьера правительства, которого назначили председателем комиссии по расследованию тех обстоятельств, которые произошли в Хордае. И, собственно, сам Бердебек Сапарбаев сказал, что все это было намеренно организовано. Вдумайтесь, вице-премьер правительства говорит. То есть сейчас, конечно, в первые дни этого конфликта многие говорили, вот это произошел бытовой конфликт, который разросся, полиция плохо сработала и так далее. На самом деле надо осознавать, что даже вице-премьер правительства, который курирует совсем другие вопросы, социальные и все прочее, на месте убедился, что это была четкая организованная операция. Это нам нужно ясно осознавать. Я сейчас буду говорить, что эта операция организована самим Назарбаевым. И, конечно, вы зададите вопрос, но тогда Бердебек Сапарбаев не должен был говорить, что это четко организована акция. Нет, он сказал то, что видит и то, что все люди на местах говорят. На самом деле, вы же понимаете, когда такого рода специальная операция разрабатывается, это разрабатывается узкой группой специальных служб, в данном случае Комитет национальной безопасности, которого возглавляет Карим Масимов и первый зам, племянник Назарбаева Самад Абиш. То есть это разрабатывается силами Комитета национальной безопасности и специальные службы есть при Министерстве внутренних дел. Это я просто знаю по своему личному преследованию как минимум последние 11 лет и предыдущие годы тоже, когда в начале 2001 года, точнее в ноябре 2001 года мы организовали движение «Демократический выбор Казахстана», поэтому я очень хорошо знаю, как работает эта машина преследования, как разрабатывать специальные операции. Конечно же, весь пример, который курирует социальные вопросы, он стоит в стороне, он прямо не участвует в разработке этих операций, это дело рук спецслужб. Вы знаете, что в итоге какого-то бытового конфликта, ну одна машина какая-то большая не пропустила другую, и там так получилось, что кто-то этнический был дунган, кто-то казах, и вот сцепились, и собственно на уровне, скажем, совета старейшин и так далее, процесс отрегулировался. Но тем не менее, все это эскалировалось, раскрутилось, и что вот, оказывается, дунгани, обратите внимание, якобы дунгани не уважает наши традиции и все прочее, не уважает землю казахскую, не уважает казахов, и все это вот так вот разбежалось, раскрутилось. И тут неожиданно появляется большое количество людей, сначала полиция заявляла 70, потом 300, а затем Аким области озвучил реальную цифру тысяч человек. Тысяч человек пришли, все разгромили, убили 11 дунган. Я опытный человек, организовал огромный масштабный бизнес по всему миру, организовал и организовывал массу митингов по стране, и вы были свидетелями, и прекрасно знаете, чтобы провести четко и слаженно какое-то мероприятие, требуется время. Ну, даже какой-то митинг, чтобы мы организовали, мы за месяц даем объявления, выступаем, работаем в социальных сетях, выпускаем рекламные ролики и так далее. Это целый процесс. Ну, бывают какие-то спонтанные действия, но тогда активистов собирается 25-30 человек, ну, может быть, 50. Это в таком городе, как Алматы, где живет 2 миллиона человек. Или помните, когда Ренат Заитов встав на колени, попросив прощения, что он был обманут Касановым, был привезен в полицию, появились люди, которые были возмущены, хотели его защитить, всего-то забралось там 200-300 человек. Это в 2-х миллионном городе. А представьте себе, где-то в районе Курдая, где работает плохо связь, где снег, где села разбросаны, не у всех есть телефоны, вдруг мобильно собирается тысяча человек впереди полиции. При этом полиция не приезжает, хотя у них есть отделение участковое в этих селах, рядом, они могли стянуть мгновенно все силы, у них есть самолеты, вертолеты, машины. Все у них в их руках. И представляете, полиция вдруг почему-то не успела. Они сейчас говорят, вот там неорганизованы были, нужно было там ехать за 300 километров. Все это ерунда, уважаемые друзья. Как более тысячи человек сумели организоваться лучше и быстрее полицией. Притом все очевидцы с места говорят, что местных практически было мало. Что в основном эти люди взялись откуда-то из других мест. И как так может быть больше тысяч человек участвовали в разгроме, притом стреляли. Огромное количество бутылок с зажигательной смесью и виновных нет. Такое было уже в Жан-Узене в 2011 году, когда мирные нефтяники стояли 7 месяцев на площади, в жару лежали там, зимой сооружали из кусков льда стену, чтобы ветер их не задувало. Они просто вот 7 месяцев в таком состоянии находились, никого не трогали. И вот 16 декабря 2011 года мирные жители подверглись нападению и расстрелу. Появились потом какие-то некие нефтяники в новенькой спецовке. Написано там музей именной газ, нефтяная компания, что-то переворачивали якобы звуковые колонки. Потом якобы пошли, разгромили офисные здания, банкоматы и так далее. И под видом того, что власть должна была навести порядок неких хулиганов, начали расстреливать мирных жителей. И ведь не нашли этих людей. А просто все перевели стрелки на организаторов нефтяников. Ну я в том числе был объявлен как главный организатор попытки государственного переворота, конституционного строя. И я стоял на вершине как глава организованной преступной группировки. Это в 2011 году был. Я заочно был обвинен, хотя жил за рубежом. И вот вы видите, то же самое происходит здесь. И конечно же любой человек на месте, приехавший в лице вице-премьера Бердебек Сапарбаева, конечно он видит, что это все организовано. А кто может такое организовать? Как можно массированно раскидывать ролики? Как можно вывести больше тысяч людей? Организовать машины? Вооружить их? Организовать бутылки с зажигательной смесью? Это все было подготовлено. Все это стремительно было сделано. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны к сожалению осознать, это не просто бытовой какой-то конфликт. Да, существуют какие-то всегда трения. Это всегда бывало. И раньше было, и сейчас есть, и будущем будет. Это всегда бывало. Но они всегда разрешаются мирным путем. Народы живут вместе сотни лет. Притом разные народы в рамках единого государства, разных государств, были СССР и в рамках существующего государства. Но они же разрешались. А тут вдруг стремительно все это произошло. Именно теперь поднимаются какие-то вопросы. Притом обвинения в сетях вбрасываются говорят так. Вот мы накажем Дунган за то, что они не чтят наши обычаи. Уважаемые друзья, какие обычаи? Да, кто-то говорит, наши обычаи стариков не бежать. А у каких этнических групп в мире есть, правила обижать стариков нету. даже у племен, которые дикие племена с повязками на бедре бегают, у них такого нет. Поэтому о каких вы обычаях говорите? Мы представляем собой независимое государство. Государство и основой всего является право, то есть законы. И речь может только идти о том, что кто-то нарушает закон. Кто-то. Не потому, что у него этническая группа там та или эта. Человек нарушает закон. И мы должны транслировать, что кто-то нарушил закон, соответственно, правоохранительные органы должны это пресечь и должны быть привлечены к ответственности согласно статьям Уголовного кодекса. Не может быть так, чтобы кто-то неважно какой национальности совершил преступление, за это должны отвечать все дунгани. Там их несколько десятков тысяч максимально живет. Причем здесь все дунгани, причем здесь мирные люди, семьи, женщины, мужчины, которые вообще не имеют никакого отношения к конкретному факту избиения. И что, после этого нужно убивать больше 11 человек и огромное количество людей просто сбить сжечь их дома? вы понимаете, что все это звучит очень дико. Не так, как мы позиционируем, говорим, что мы мирные государства, мы граждане этой страны, мы единые нации, что мы всегда все разные национальности живем в мире. Разве вот это то, что происходит, можно сказать, что это именно так и присутствует, существует? Нет? Вы недавно помните, на Тенгизе тоже было такое, что якобы иностранцы гуляют с нашими девушками-казашками. А что, они только на Тенгизе гуляют? Везде гуляют. И вот тут сыграла гордость. Вот мне интересно, где эта гордость была, когда наших матерей сажают в тюрьмы? Где эта гордость, когда наших пенсионеров, милиция, полиция скручивает, тащит, избивает? Поэтому мы должны все понимать, что это все искусственно создано. И мы как организаторы митингов понимаем, что невозможно буквально за несколько часов собрать больше тысяч человек, тем более таких отдаленных районов, как без специальной подготовки, специально организованной, тем более уже с оружием и все прочее. Поэтому вы должны понимать, что это организовала все команда, комитет национальной безопасности по прямому поручению Нурстултана Назарбаева. А теперь, конечно, вы должны задать вопрос, почему и для чего это сделано? Дело в том, что 1-2 февраля Казахстан посетил госсекретарь США Майкл Помпеев. Вы все должны осознавать, что у Соединенных Штатов Америки очень сильные позиции, сильные рычаги, самые разные, финансовые, любые. И, конечно же, этот режим смертельно боится именно американцев в первую очередь. Потому что в начале 2000 года в Америке были запущены процессы судебные против Назарбаева, так называемых Казагей, когда были обнаружены в Швейцарии свыше миллиарда украденных средств нефтяных у Казахстана. В Америке пошли судебные процессы. И у Назарбаева животный страх Америки. Животный. Вот представьте себе, приезжает глава Госдепартамента США и до того, как встретился Касможемарх Токаев, идет, встречается с казаками, у которых родственники находятся в Китае, попали в лагеря, они находятся в тюрьмах, проходят пытки над ними. А что сказал наша официальная власть в лице Назарбаева, Токаева, министра иностранных дел Клюберди? Что ну отдельный случай бывает, но казахов там нет. То есть они не признали наличие специальных лагерей, так называемых перевоспитаний, где миллионы заключенных этнических меньшинств уйгур, казахов, дунган, кыргызов, холмыков и других этнических меньшинств, которые подвергаются пыткам в этих лагерях. Вы знаете, что в прошлом году прошли куча митингов с требованием, чтобы Китай прекратил пытки, прекратил наших соотечественников преследовать, отпустил из тюрьм, дал свободу, дал свободу этим людям самовыражаться, не преследовал за религию, не преследовал за то, что люди говорят на своем языке, не закрывал школы на казахском языке. Вы помните, это было массовое выступление по всему Казахстану. Ну и конечно это Назарбаеву не нравится. Не нравится, потому что Китай это его партнер, с которым он в бизнесе 50 на 50. И вот приезжает госсекретарь США и он опровергает все сказанные слова, как Назарбаеву, так и Токаеву, министр иностранных Тлюберди. Он идет, встречается с нашими гражданами, поддерживает, фотографируется и говорит, что Соединенные Штаты Америки будут помогать, чтобы Китай прекратил преследование мусульман, этнических меньшинств в Китае. Таким образом, фактически отсекая возможность сказать Токаеву, что вообще там нет проблем. Он уже заранее сказал нет, Америка считает вот так. И более того, Помпеев сразу заявил, что он призывает, чтобы казахские власти соблюдали права человека в Казахстане. Эти были ключевые фразы, сказанные Госдепартаментом США его главой. И, конечно же, сейчас Назарбаев напуган. Сейчас по всему миру идет такая глобальная атака и давление на Китай с требованием закрыть эти лагеря, прекратить преследовать национальное меньшинство уйгур-казахов. И, безусловно, американцы оказали давление на Назарбаева и Атакаева, считая, что Казахстан проводит неправильную политику, не оказывает давление на своего торгового и бизнес-партнера Китая, чтобы все эти пытки прекратились. И вот теперь послушайте, что на самом деле произошло. 1-2 числа приезжает госсекретарь США в Ампео, 5-го числа беспорядки происходят именно в маленьком таком месте около Тургайского перевала. И фактически получается картина, что казахи и мусульмане преследуют дунган-мусульман. То есть вот вам этническая завязка. И теперь, когда Казахстан отправляет ноту протеста под давлением американцев, что они должны защитить этнических уйгур и казахов в Китае, приходит нота протеста Китая, китайцы говорят, ребята, вы кого? Вы нас упрекаете, что у нас лагеря, что мы преследуем мусульман, что мы преследуем казахов, так вы сами вон в Тругае на перевале, в Хурдайском извините, на Хурдайском перевале преследуете кого? Мусульман. Вам ли нас критиковать? Вам ли говорить все эти слова? Таким образом получается Назарбаев говорит американцам. Вот незадача. Мы конечно же тоже согласны, что китайское правительство проводит неправильную политику, но вот незадача у нас тоже случилась. Казахи дикие, он так скажет. Вот на Тенгизе когда произошло, это потрясает воображение Запада. Как так? Как так можно было? Где закон? Где полиция? Если кто-то нарушил, должны привлечь по закону, а не дикая толпа пришла, убила, избила, порезала и так далее. Ну и Назарбаев говорит, ну вот смотрите, у меня народ такой, где я вам возьму 18 миллионов американцев? Народ у меня дикий, поэтому их надо бить, надо их сажать в тюрьмы. Видите, что они делают? Дома сожгли, вот на мусульман напали. Ну как я теперь буду Китаю говорить, что вы там прекратите преследовать угуру, казахов и других этнических меньшинств в Китае? Таким образом он как бы оправдывается. Видите, какая игра идет. К сожалению, здесь кто-то скажет, это теория заговора. Я могу так сказать, что такие методы применяются во всех диктатурах, во всех авторитарных странах. Ну, в известный царский период черносотинцы говорили бей жидов, спасай Россию или бей инородцев, которым мы кстати были инородцами. То же самое происходит в других государствах. Взять вот Африку, известный друг Мугабе, который там почти 40 лет возглавлял страну, он обвинил белых фермеров, их всех уничтожили, страна погрузилась в хаос. И таких примеров много. Именно диктатурах, которые находят крайних, безопасных которых мало, отправляет гнев людей туда, создается хаос, потом их войска выравнив ситуацию. В чем выгода Назарбаева? Выгода в том, что он теперь как бы на китайцев не может давить, это его партнеры, ценой жертв какого-то количества людей. То есть он пожертвовал своими же гражданами. Это раз. Вторую какую задачу он решает? Обратите внимание, когда эти беспорядки начались, дети, родители, люди разные начали взывать к существующей власти и говорить спасите нас, сделайте что-нибудь, наведите порядок. То есть сейчас эта власть как бы наведет порядок и тогда кто будет говорить, что эта власть плохая? Там же было плохо, стало лучше, они нас спасли. Таким образом он решает две основные задачи. Первое, он не давит на Китай. Второе, он запугивает население, которые боятся теперь хаоса и говорят что нет-нет, мы лучше подождем эволюционным путем мягко-мягко Назарбаев умрет, Такаев умрет, там еще кто-то умрет через сто лет может быть что-то изменится, нам это не нужно. Вот чего они добиваются. То есть они добиваются продления своего режима. Понимаете? Вот в чем суть, когда мне говорят в чем выгода режима. Вот в чем выгода режима, в чем все просто устроено. Поэтому уважаемые друзья, вы должны ясно осознавать, что это организованные действия специальных служб Комитета национальной безопасности и организованы самим Нурсултаном Назарбаевым. И когда глава комиссии Бердивек Сабарбаев начнет исследовать, я заверяю вас, найдут каких-то стрелочников и скажут вот они виноваты, вот они распространяли, вот они стреляли. И все. Вот на этом все закончится, все спишут на неких провокаторов. Я, тем не менее, хотел бы обратить внимание, что некие провокаторы, они действительно существуют, это провластные, некие агенты, ну, например, вот послушайте, есть такой агент Комитета национальной безопасности, мелкий такой, блогер так называемый, который сидит в Украине, Ермек Нарымбай. Вот представьте, он начал рассуждать о Дунганах. Слушайте, мы работаем как страна, как государство, мы члены ООН, и все наши граждане, которые существуют в стране, обладают равными правами, независимо от этнической принадлежности. Они голосуют на выборах президента, парламент, они все работают и подчиняются нашим законам, законом, я хочу подчеркнуть, не каким-то понятием законом. Нарушает закон, а не привлекается к ответственности. А если не привлекается, то вина не этих людей, а вина в первую очередь этой политической верхушки, власти, полиции на местах, которые, как многие говорят, коррумпированы. Да, кто это позволяет делать? Это нынешняя политическая система. Поэтому в итоге что получается? В итоге получается следующая картина. Появляются некие агенты, которые говорят, что вот Дунгани там 150 лет назад они переселились, начинают вытаскивать историю одной этнической группы. Ну давайте мы тогда вытащим историю русских, которых в стране 25% около 4 миллионов, других, и мы тогда куда дойдем? Где мы будем? Мы будем каким государством? Правовым? Или будем через ДНК определять этническую принадлежность? Соответственно говорит, ты имеешь такие права, как было в Южной Африке сегрегации? Черный, за проволоку, белый, сюда. И собственно весь мир осудил апартеид, наложил санкции и так далее. Или возьмем период, когда Гитлер был у власти, когда евреи говорили, что их надо уничтожать, существует одна арийская нация, это немцы, все остальные тотально не наши, мы будем их сегрегировать и уничтожать. Все это было, и вы знаете, что это очень плохо закончилось, для той же самой Германии, она была разгромлена, раздавлена, разграблена, и таких примеров в истории много. если кто-то хочет идти по этому пути, это значит они хотят разрушить наше государство, нашу государственность. Это мы должны себе четко, четко должны осознавать. Так вот, теперь режим руками вот таких вот агентов, провластных, кто мягче, кто жестче начинает транслировать. Вот Ермек Нарымаев говорит, а давайте мы подпишем с Китаем о возможности, чтобы Дунгане могли уехать в Китай. А с какой стати? У них, у любого человека, в том числе и у казахов, есть возможность ездить в Китай. Даже там остаться. Есть правило, каким образом ты можешь остаться в той или иной этой стране. И в Европу можешь, и в Америку можешь, куда угодно. Вот представьте себе, что сидит человек и начинает рассуждать в духе, который выгоден режиму создать межнациональную неприязнь, рознь, напрячь ситуацию и потом сверху будет находиться Назарбаев и все будут умолять помогите, мы тут поссорились, там поссорились, здесь война, там война. И вот он сидит за ниточки, управляет и при этом находится у власти. Эту линию проводит Ермек Нарымаев. Или обратите внимание два дня назад, позавчера, заявление так называемой демократической партии Мамай. Вот Талгата Аяна уже разоблачили, показали, как он с представителями Атуралской администрации вместе встречается, фотографии его в ресторане, Талгата Аяна, тоже с ними сидит, разговаривает. И сейчас вы увидите, услышите еще дополнительную о нем информацию, очень много распространено в сети. Это идет прямой сговор так называемой демократической партии с властями Казахстана, то есть это их агенты. И вот представьте себе, что Мамай говорит. Мамай говорит, нам нужно разбить эти компактные места проживания. Мы не знаем, о чем они думают, мы не знаем, что они там делают. Якобы они не подчиняются нашим законам, они не говорят якобы на казахском языке, они оказываются в сторону Китая смотрят. Это вот в частности ряд заявлений существует других, да? Все это мягко обкладывается с другой стороны и говорится, что нам нужна ассимиляция, что компактное проживание нам не надо сделать, надо сделать как в Сингапуре, вот дом, там столько-то процентов, одна национальность, другая и так далее, давайте мы сегрегируем, разделим и не будем допускать эти анклавы так называемые. Более того, говорится о сепаратистах. Какие сепаратисты? Сепаратисты это когда они заявляют, что мы хотим отделиться, создать независимые государства и так далее, что там анклав несколько сел, отделиться куда? В сторону Китая что ли? Какие-то серьезные вещи, это все искусственные слова, чтобы опять напрячь политическую ситуацию в нашей стране? Теперь я хотел бы вам напомнить, что совсем недавно наши граждане возмущались, что Китай пытается ассимилировать уйгур, казахов и другие национальности принудительно. Что значит ассимилировать? Это значит, чтобы они забыли свой язык, уничтожают школы, заставляют говорить только на китайском языке, отправляют в специальные лагеря, между прочим, там казахи, уйгуры тоже проживают компактно, уйгуров там свыше 10 миллионов, казахов по 3 миллиона, это как по модели Мамая, что давайте и поможем Китаю ассимилировать, ассимилировать уйгур, казахов, разделим их, так там китайцы живут, каждый дом закидывают китайцы, и он живет среди них, это мы знаем, такое видео полно в интернете, распространено, то есть, мы совсем недавно требовали прекратить репрессии мусульман в Китае, уйгур, казахов, кыргызов, Дунган, мы говорили, что Китай проводит политику ассимиляции, не дает возможность людям веровать в свою религию, изучать свой язык, и теперь вот Мамай заявляет, нам нужно сделать как якобы в Сингапуре, анклавы не давать возможность создавать, только никакие им собственные языки не надо, ну типа на факультативе, у нас недавно был Советский Союз, когда вот такая модель привела к тому, что казахский язык был уничтожен, мы сейчас все обеспокоены развитием казахского языка, почему, потому что вчерашний Советский Союз сделал монополию, сделал один русский язык, на миллионный город Алмату был один, одна школа с казахским языком, мы это недавно пережили, мы эту политику на себе испытали, когда нас давили, и теперь Мамай предлагает сделать то же самое, давайте мы задушим другие национальности, сделаем один язык, никому не дадим дышать, ну типа заворачивать красиво, ну пожалуйста, пусть там культурные центры свои и так далее, если он любит ссылаться на Сингапур, но пусть он говорит правду в Сингапуре, где нет коррупции, где один из высочайших уровней жизни населения, где там четыре официальных языка являются государственными и языков больше двадцати, и приводится пример из Сингапура, просто уважаемые друзья, смотрите, читайте хотя бы википедии, интернет, и посмотрите, что этот человек просто манипулирует и лжет, лжет, и он предлагает сделать то, что делает Китай, подавить, ассимилировать национально, разной национальности, это так звучит, посмотрите внимательно, мир живет в многообразии, мы тоже, мы должны развивать свой государственный язык, но не так, за счет подавления, а как его развивать? Нужно вкладывать огромные средства в образование, в учебники, в методику, строить школы, а что получается? У нас просто существует призыв, что надо изучать язык, но при этом деньги не инвестируйте, наши учителя получают гроши, а вы посмотрите, буквально 2-3 покупки в Швейцарии семьи Назарбаев, дом, недавно дворец купили, землю, еще дом и так далее, это минимум 300 миллионов долларов, что такое 300 миллионов долларов? Это можно по стране построить одним ударом 100 современных школ, оснащенных компьютерами, интернетом, с техникой, со всеми прочими, это всего лишь несколько сделок одной семьи, но они же обладают многомиллиардными активами, они скупают активы за рубежом, но не вкладывают внутрь страны, они не развивают наш государственный язык, не будет язык развиваться, если в него не вкладывать деньги, одних только на призывах и административным образом, в него надо вкладывать, надо вкладывать людей, обучать персонал, платить высокую заработную плату учителям, это сложный, длинный процесс, который должно государство делать и обязанно, а не просто говорит, мы там запретим, прикроем, задавим и так далее, это ни к чему хорошему не приведет, вы знаете, прекрасно, что даже вот такими обстоятельствами, которые были не до конца проработаны на востоке Украины, воспользовался Путин и раздробил восток Украины, все эти слова того же самого Ермека Нарымбаева, а якобы возможности людям покинуть страну, построить якобы национальное государство, приведут к тому, что мы просто исчезнем как государство, исчезнем как страна и будет у нас очень плохое будущее, эти люди толкают нас к гражданской войне, это мы все отчетливо должны понимать, поэтому мы заявляли в программе демократического выбора Казахстана, что безусловно казахский язык государственный, безусловно мы его будем развивать, мы должны вкладывать миллиарды долларов туда, а не так, как нам сейчас предлагают задушить, задавить и по сути дела в Казахстане нам предлагают построить политику Китая, ассимиляция, только китайский язык, остальные молчать, если нет, то китайские лагеря перевоспитания, якобы добровольной ассимиляции, а если они не хотят, тогда что принудительное, как Китай, лагеря будем строить, тогда что мы возмущаемся Китаем, если мы хотим такую же политику внедрить в нас в нашей стране? я хотел бы еще раз вернуться, какой образ сейчас Назарбаев формирует нашей страны за рубежом, после того, как эти события произошли, представьте, а Казахстане никто не пишет за рубежом, очень мало пишут, ну считайте, что они пишут, и тут все ведущие международные средства массовой информации, американские, западные, десятки средств массовой информации, российские средства массовой информации, телевидение, рассказывают о Казахстане, что произошли такие межэтнические столкновения, что погибли люди, что мы, казахи, оказывается, дикари, и тогда оправдывается, что этот режим авторитарный, что нужна твердая рука, которая наводит порядок, а те люди, которые выходят на митинг с требованием отставки действующего режима, они вообще якобы не продвигают то, что требует само население, что их мало, вот чего добивался и добивается султан Назарбаев, он хочет показать нашу нацию дикой, и он хочет показать, что он, только он, может держать в порядке нашу страну, вот итоги того, что произошло в Хурдайе, мы должны отчетливо это осознавать, итак, это операция специальных служб, это сделано специально Назарбаевым, жертвой, это дело рук самого Нурсултана Назарбаева, тех ребят, которых он подтянул, это группы специальные были разработаны комитетом национальной безопасности, и оружие им в руки дал тоже Нурсултан Назарбаев через спецслужбы, это мы все должны отчетливо осознавать. Я хотел бы еще обратить ваше внимание, что сейчас появилось много людей, которые в сетях специальной команды сидят, транслируют вот это человека ненавистнические призывы, а якобы давайте мы вышлем Дунган, хотел бы вам напомнить, что когда недавно был убит известный спортсмен Денис Тен, его убил казах, но тогда никому в голову не пришло сказать, что давайте мы казахов всех выселим, когда маленького мальчика изнасиловал казах на юге Газахстана, никому в голову не пришло сказать, что это казахи виноваты, когда недавно девочку изнасиловали в туалете уличном в школе никому не голову не пришло сказать что давайте накажем всех казахов а почему когда отдельный человек нарушает закон избив пожилого человека почему в этом случае мы не говорим что этот человек нарушил закон начинаем говорить что это дунгане или еще кто-нибудь почему представители реально провластной партии как дпк позволяет себе сказать что мы должны не давать возможность компактные проживания той или иной этнической группы у нас панфиловской районе до живет большое количество игор но это исторически так было это сотни лет так было границы узбеков казахов у нас на юге живет около 400 тысяч узбеками что нам нужно ходить по квартир на как китайцы делить районы внедрять казахов дробить это до какого маразма нужно было договориться и создать искусственное напряжение чтобы наше многонациональное государство разные этнические группы забеспокоились сказали бы что что здесь происходит эта дикость давайте мы убежим из этой страны вот до чего доводит этот режим ну султана назарбаева мы все должны понимать самый богатый человек в стране это ну султан назарбаев казах и вся верхушка журнала forbes который владеет сотни миллиардов долларов это опять же назарбаев там только есть подставной человек типа ким владимир кореец но этот весь бизнес казах мыс принадлежит на султан назарбаеву вся власть министр акимы все казахи и основная часть так называемые шапроштинцы и что что мы будем по этому поводу говорить что кто-то там богаче или они там присвоили богатство его типа говорят дунгане там что они там присвоили все основные богатства находятся в руках этой политической верхушки и эти все провокации они организовывают чтобы таким образом расколоть напугать чтобы сохранить свою власть и свои богатства каждый год я еще раз говорю это верхушка крадет по 30 миллиардов долларов поэтому они готовы сталкивать разные этнические группы между собой чтобы сохранить свою власть поэтому уважаемые друзья мы должны понимать к сожалению что связи с тем что казахстан это часть глобального мира все действия которые произошли это именно следствие этого а именно связи с тем что идет международное давление на китай с требованием закрыть лагеря прекратить этнические меньшинства безусловно оказывается давление на казахстан с требованием чтобы казахстан повлиял на китай тоже со своей стороны и вот грязными приемами назарбаев использовал эту ситуацию если бы не было бы вот этого конфликта семьей со стариком ближайшие несколько дней все равно бы этот конфликт произошел другом месте все равно бы произошел и вы все должны это отчетливо понимать мы как демократическая организация демократический выбор казахстана просто возмущены этими действиями мы осуждаем мы считаем что мы должны объединиться мы должны действовать как граждане этой страны не делиться на этнические группы не поддаваться низменным чувствам во главе всего этого должен быть закон закон защищает всех казахов русских немцев всех только закон не какие-то понятия только закон мы граждане мы единые нации и только так мы можем развивать наши государства так развивается весь мир так развивается весь мир а что же получилось сегодня при попустите ли прямом действие провокации самого режима когда они говорят о провокаторах это они все организовали мы имеем более шести тысяч беженцев наших граждан не имеет значения их этническая принадлежность это наши граждане которые обладают равными правами со всеми остальными и мы должны это пресечь мы должны действовать и мы должны понять что этот режим будет применять такие провокации постоянно сегодня с дунганами завтра с уйгурами послезавтра еще с кем-то завтра он будет делить уже запад юг север и так далее что он делает вы знаете прекрасно и вся проблема это режим султана назарбаева именно поэтому 22 февраля мы призываем вас прийти на митинги действительно показать что у вас есть честь достоинство гордость на москва с бардис нидер вас она вас у нас докурсет нидер покажите что вы действительно гордые граждане этой страны что вы будете добиваться законности будете строить правое государство не позволите этой полиции который трусливо не появлялась в этих местах по приказу власти между прочим а завтра будет руки крутить женщинам старикам и мы будем молчать и где наша гордость поэтому уважаем друзья я призываю вас к единству я призываю вас четко понимать что это провокация именно самой политической верхушки которая привела жертвам хочу выразить соболезнования тем кто пострадал родственникам близким и заверить вас что мы политическая организация демократический выбор казахстана будем строить правое государство во главе угла которого будет стоять закон они понятия мы будем расследовать эти обстоятельства безусловно я обращаюсь к местным жителям чтобы они нам присылали подробную информацию как разворачивали события давайте мы не дадим этой власти скрыть свои преступления не дадим скрыть свои преступления чтобы вся страна знала что это дело рук этой политической верхушки во главе с урсултаном назарбаев и мы тогда действительно освободимся от этого режима от этой оккупационной власти алга казахстан